У меня многие наши подписчики спрашивают, а как взбивать сливки? Я, честно говоря, был уверен, что об этом знают все. Ну, раз был вот такой вопрос, значит, давайте буквально пару минуточек посвятим этому делу. Во-первых, сливки, жирность должна быть не менее 33%. Ниже уже не будут у вас взбиваться, как положено. Они должны быть холодными, то есть минимум должны лежать ночь в вашем холодильнике. Если теплые, они разойдутся и не собьются. Чашка, в которой вы взбиваете, она должна быть охлаждена. Венчики, которые вы взбиваете, они должны быть тоже охлаждены. Короче говоря, когда вы собираетесь взбивать сливки, все это дело поставьте в холодильник и пусть хотя бы полчаса-часа полежат и остынут. Перед тем, как открывать их, взболтайте, потому что за целую ночь они разъединились. Наверху будет у вас жир, внизу молочко. Существует два варианта взбивания сливок. Это мягкий пик и плотный пик. Мы будем взбивать плотный пик для того, чтобы украшать наш десерт. Мягкий пик используется для соединения с другими ингредиентами, с другими кремами, для того, чтобы его не перевзбивать. Вы же собираетесь дальше, допустим, из него делать следующий этап крема. Поэтому, если у вас будет плотный пик, то вы уже ничего с ним не сделаете. Плотный пик это уже максимальная точка взбивания. Взбиваются сливки достаточно быстро. Скорость миксера должна быть минимальной. Чашка должна быть чистая, нежирная, хорошо помытая, высушенная. Если скорость будет большая, у вас есть возможность, что сливки опять не собьются. На этом этапе можно добавить немножечко скорости. У меня на миксере 5 делений, это второе деление. Взбивали мы на единички. Ну, еще буквально секунд 15-20 и все. Да, главное не перезбивать, иначе у вас получится масло и молочко отдельное. Вот сейчас этап мягкого пика. Вот это у нас, ребята, вот мягкий пик, видите? Если мы его переварчиваем, он течет. Это состояние для дальнейшего приготовления крема, добавления каких-либо других ингредиентов. Готово, видите? Не течет ничего, можно перевернуть. Отлично. Кулинарный мешок, насадка. Пришло время все переверивать. М-м-м-м, такая короненькая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok